Ловдев. Номер 3. Росен Кириллов, Литекс. Номер 4. Ивайла Петков, Фенербах, Че, Турция. Номер 9. Димитр Бербатов, Байер 04, Германия. Номер 13. Георгий Пеев, Динамо, Киев. Номер 15. Марьян Христов, Кайзерслаутерн, Германия. Номер 17. Мартин Петров, Вольцбург, Германия. Номер 18. Предрак Пажин, Шахтер Донецк. Номер 19. Капитан команды Стильян Петров, Селти. Номер 21. Зоран Янкович, Литекс, Болгарский клуб. Главный тренер Пламин Марков. Вот это Хенрик Ларсон, нападающий сборной Швеции. В воротах у шведов Андреас Исаксон, Юр Гордон, Швеция клуб. Тедди Лучич, номер 2. Байер 04. Германия. Когда взорвется, все-таки он лучший бомбардир сейчас болгарской сборной. А это Ибрагимович. Это центр форвард сборной шведов. Атаки это может быть опасно. Пас на дальнюю штангу. И... Ильян Петров отдал направо. Два Петровых. Правильно, Петров. Есть Питков и два Петровых в составе. Вне игры нет. Очень хорошо. Вратарь вовремя лучший. Успел. Подстраховал защитник. Вот сейчас очень интересно посмотреть повтор. Райли. А вот здесь разгадали замысел. Лучич. Вне игры. В момент удара уже Ларсон был в офсайде. Удар. Не получился. А была возможность для того, чтобы пробить. Прямо скажем, в тени пока игрок Арсенала Юнберг. Но вот сейчас только он... И Куман, который тренирует сейчас Аякс, говорит про него, что у него... Как будто бутсы намазаны клеем. Так он... Очень хорошо. Мартин Петров по штрафную. Удар. И мяч проходит рядом со штангой. Момент-то какой красивый. Опаздывал вратарь. Желтая карточка. Эдман. Стильян Петров прыгал на этот мяч. Нильсон. И вот чем опасен. Чем опасен Ларсон. Игра на опережение. Павнок. Еще одна желтая карточка. Это умышленная грубость. Под нож можно бить. Удар скромный. Марьян Христоф. Такой мощный. Бербатов. Угла штрафной. Надо развернуться. Пас Петрову. Петров. Это был удар. Удар сильный низом. И мне кажется, Исаксон не был готов. Поздновато. Бербатов. Здорово. Перекидывал мяч. Перекидывал мяч. В высоком прыжке. Головой. Под перекладину. Но Исаксом на месте. И писали к Ивентусу. И пришлось агенту вытаскивать оттуда. Из Ивентуса. Что будет? Фенальти нет? Что сейчас покажет Райли? Или симуляция? Ну, что произошло? Защитник. Вообще не рекомендуют. Вне игры нет. Выход один на один. Ибрагимович пас вдоль ворот. И Юнберг забивает мяч. Прозевали сейчас Ибрагимовича. Похоже было на офсайд. И защитники даже болгар остановились. Но поймал Ибрагимовича. Поймал защитников. Ну, такого класса нападающий Ибрагимович. Я говорил. Вот смотрим еще. С момента удара. Да, вне игры нет. Вот. Стивен Петров пробивал. В свое время Юнберга. Англичане купили. Всего лишь. Да, всего лишь для игрока так. Ничем не мог помочь. В том эпизоде на 32-й минуте. Вне игры. Уже, уже был поднят. Поднят флажок. Удар. Успел Кириллов помешать ему. Но как и не... Вышел на позицию. Чтобы был поактивнее. Юнберг. Удар. Рост 192. И прыжок еще какой высокий. Аплодисменты Ибрагимовичу. Янкович. Ну, это не удар. Не тот, который нужен. Итак, первый тайм закончился. Сборная Швеции пока впереди. 1-0. Юнберг на 32-й минуте. После великолепного прохода Ибрагимовича открыл счет. Это же Георгий Пеев. Тоже наш хороший знакомый. Два представителя чемпионата Украины. Шахтера и Киевского Динамо. Которые между собой продолжают выяснять отношения. Бороться за золото. Сегодня и Киев, и Шахтер выиграли. Но об этом как-нибудь в другой раз. После Пеева в центре играют Стилен Петров и Христоф. Мариан Христоф. Сколько немного сборных здесь вообще имеют победы. Обращаю ваше внимание на обилие ничьих. И обилие напряженных поединков. Коллега Нильсона, но правда уже по барражированию на левой бровке. Легендарный Фредерик Юнберг. И кстати автор единственного забитого мяча. Ну а нам показывает хватающуюся за голову футболиста сборной Болгарии. Еще раз давайте посетим. Ибрагимович номер 10. Ну и Хенрика Ларсена представлять думаю не стоит. Врывается в штрафную и бьет в упор. Юнберг не удалось. Это ему кстати несколько бритоголовых шведов. Обратите внимание кроме Юнберга это сам Ларсен. Это более массированный Иванов. Нет не стал поднимать мяч. И удар пришелся прямо в Андерса Якобсона. Ответ. Ответ. И на своей сегодня левой бровке начинал атаку Юнберг. Отпасовал на Ларсена. Тот простреливал. И смотрите чем чуть не закончилось. Несогласованных в действиях Пашина и Здравко-Здравкова. Еще раз. Фактически оборона. Оборона сборной Болгарии. И учитывая что сразу 7 человек оказались на половине поля шведской сборной. Высочайшей функциональной готовностью. Ну и вот в результате столкновения падения. В результате которого Линдерот, обращаясь в первую очередь к арбитру, легко свалил сборной Швеции. Удар промах. Хороший удар. Удался Стилену Петрову. Не, Мартину Петрову. Стилен рядом находился. Тоже, кстати, рук не было. Мы продолжаем. Ох, какой гол. Только мы возвратили звук на стадион Лиссабон. И Ларсен в красивом прыжке. Но надо сказать, что перед этим такая опасная атака была у ворот сборной Швеции. Болгары в начале второго тайма имели возможность. Но и у шведов Юнберг уже выходил один на один. И вот сейчас потрясающий по красоте гол. Вот он, Хенрик Лан. Они хоть и проиграли 0-1, но имели моментов ровно столько же, сколько и шведы. И вновь Ларсен. Да. Хенрик Ларсен. Помните, я говорил, 110 тысяч было подписантов у газеты Автон Бладет, чтобы его возвратить в сборную. И он сказал, никогда не говори никогда. А ведь он говорил, прорывается по флангу. Убежал уже от второго. И уже теперь Златан Ибрагимович. Но нельзя пускать. Иванов. Удар. Срезался мяч у Иванова. Нарушение правил. Удар по ногам сзади. Это классика для желтой карточки. В пределах правил. Один на один. И ворота пустые. Можно. Эдман. Юнберг. Пенальти. Но судья прав. Вы знаете, очень хорошо было видно, что... Ибрагимович у мяча. И счет становится 4-0. Хотя Здравков угадал, угадал угол, в который будет послан мяч. Видите, вот в этот же угол и упал. Но очень сильно пробил для вратаря. Одни из фаворитов такими уж странными, да? Эти 4 мяча забить. Здорово. Паш Дольмород. Ларсан. Вне игры нет. Выход один на один. Альбек. И счет становится 5-0. Пиршество голов. Удовольствие для болельщиков, особенно для шведских. Ну что ж. Нельзя в полупозиции играть против сборной Швеции. Надо... Прозвучал финальный свисток. Улыбаются шведы. Конечно, опечалены болгары. Но шведы сильны. Шведы сильны. И болгары хороши были. Особенно в первом тайме. Но во втором наступила развязка. Все-таки вот это мастерство, оно сказалось таких выдающихся игроков.